Добрый день! Сегодня речь пойдет о барбарисах. Эти растения давно хорошо всем известны. Они давно стали неотъемленной частью наших садов. И кажется, так было всегда. И мало кто помнит, что барбарис обыкновенный родом с Кавказа, Тумберга с Приморского края. А великолепный гигантский автавский – это гибрид, полученный в Канаде в конце 19 века путем скрещивания барбариса обыкновенного и Тумберга, их краснолистных форм. У барбариса есть и другое название – карамельное дерево, а иногда его называют северным лимоном из-за кисловатого вкуса ягод. Правда, все полезные свойства барбариса принадлежат исключительно барбарису обыкновенному – барбарис вульгарис. Именно его используют в медицине и кулинарии. Тумберга и отавский, к сожалению, этим похвастаться не могут. Однако от этого они ничуть не менее любимы и прекрасны. Все упомянутые барбарисы нетребовательны к почве, засухой и жароустойчивы. Барбарисы не приносят сильного переуложнения, отдают предпочтение солнечным участкам, но растут также и в затененных местах. Только в этом случае не будут обильно плодоносить. И несомненно, то, за что ценят и любят все барбарисы, вне зависимости от их вида, это роскошнейшая осенняя окраска. Не так много растений, которые могут похвастаться осенней листвой, меняющей свою окраску от желто-оранжевой до кроваво-красной. Возможно, именно из-за осенней окраски барбарис используют в жилых изгородях, бордюрах, одиночных посадках или в качестве солитера, ну, а также в небольших массивных группах и всевозможных композициях. К тому же кустарник великолепно поддается скрижке, и ему можно придавать любую нужную вам форму. Особый акцент хотелось сделать на барбарисе Тумберга. Именно он имеет самое большое количество сортов. И если у вас на участке уже есть барбарис, то я почти не ошибусь, если предположу, что это барбарис Тумберга. Действительно, если бы мы задались целью перечислить все сорта барбарисов Тумберга, то на их перечисление понадобилось было более пяти минут. Я уже не говорю про описание самих сортов. Однако формат нашей программы не позволяет нам такое расточительство. Сегодня мы затронем лишь несколько сортов, но в будущем обязательно расскажем обо всех известных нам сортов в сортах барбариса Тумберга. А сейчас хит-парад или топ-10 самых красивых сортов барбариса Тумберга. Начнем? Открывает наш парад барбарисов тройка сортов, подходящих для небольших живых изгородей, бордюров или солитарных посадок. Атрапурпуре. Барбарис Тумберга Атрапурпуре. Атрапурпуре давно знаком с садоводом. Сорт был зарегистрирован накануне Первой мировой войны в 1913 году. Он идеален для живых изгородей. Максимальная высота 1,5-2 метра. Но, если честно, выше 1,5 метра я еще не встречала. Сорт отличается тем, что имеет красную листву. Однако при семенном размножении саженцы не сохраняют сортовых признаков. Еще важно помнить, что красные и желтые листные сорта для сохранения сортовых признаков высаживают исключительно на солнце. В тени и полутени сорта теряют насыщенную окраску. Мария. Медленный растущий кустарник с вертикальными побегами. Окраска листьев имеет желтый цвет. Максимальная высота, по утверждению производителя, 1,5 метра. То есть, с меня ростом. Но, пока что больше метра, экземпляры нам не попадались. Восьмое место. Пинквин. Розовая королева. Сорт барбариса на все 100% соответствует своему названию. Это один из самых эффектных сортов с розовой листвой. Фонтанообразная форма куста и нежные белые разводы на розовых листях придадут вашему участку неповторимое очарование. Пожалуй, это один из моих самых любимых сортов барбариса Тунберга. Седьмое место в нашей горячей десятке занимает Голден Ринг. Его можно назвать карликом, только если сравнивать с видовым барбарисом Тунберга. Так как этот кустарник достигает 40-60 сантиметров в высоту и около метра в диаметре. Сорт интересен тем, что по краю темно-розового листа идет желто-зеленая кайма. Это придает дополнительную легкость растению на вашем участке. А вот Red Chief, занимающий шестое место в нашем хит-параде, не похож ни на кого. Красный шаф или, как можно перевести, Красный вождь. Сорт принадлежит голландской селекции и был выведен во время Второй мировой войны. В 1942 году отличается темно-прупурной листвой и очень изящным листом. Пятое место. Green Carpet. Зеленый ковер полностью оправдывает свое название. Ветви располагаются параллельно земле, образуя плотный, колючий, непроходимый ковер. Сорт подходит для ковровых посадок на склоне или для небольших бордюров. Максимальная высота – один метр. Еще одними участниками нашего хит-парада стали похожий на самшит кобальт, карликовый шарообразный богатель и польский сорт Наташи. Если по замыслу на вашем участке должны присутствовать самшиты, то сорт кобальт вполне может заменить южное растение. Благодаря голландским селекционерам в 1950 году миру был представлен барбарис, очень похожий на самшит. Сходство поразительное. И только запустив руку вовнутрь кроны и наткнувшись на колючки, можно обнаружить подмену. Очень похожий на кобальт по форме богатель появился на свет спустя 20 лет, в 1971 году. Этот сорт стал результатом скрещивания вышеупомянутого кобальта и атеропурпурея нано. Компактный самшитообразный кустарник с темно-пурпурной, почти черной листвой. Еще один сорт. Он посвящен всем представителям прекрасного пола Наташам. Растение крайне озорное. Раскидистая форма куста, розоватые побеги и листья одновременно трех цветов. Розово-зелено-белые. Сорт характерен тем, что сохраняет трехцветную окраску в течение всего сезона. Ну а теперь волнующий момент. Кто возглавляет наши топ-10? Мы так и не смогли выбрать одного лидера. Поэтому пальму первенства поделили между собой Orange Rocket и Admiration. Оранжевая ракета и восхищение. Думаю, что даже говорить ничего об этих сортах не надо. При взгляде на них аж захватывает дух. На этом все. Надеюсь, мы были вам полезны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Возможно, вы захотите рассказать о своих сортах барбариса. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!